Здесь ведется ежедневная системная работа с людьми, с молодежью, самое главное, поддержание это в порядке. Потому что если молодежь не приучится поддерживать то в порядке, то что уже есть, то мы не можем с уверенностью вкладывать деньги в развитие и понимать, что это завтра не разломают, не раскурочат, не вывернут, не будут тут какие-то пивных вечеринок. Игорь Чигаев говорит о детской площадке на улице Шишкина. С этого объекта он начал объезд пятого микрорайона. Председатель квартального комитета рассказала, что эта площадка появилась благодаря победе в краевом конкурсе. На призовые деньги здесь построили городок для икр детей, но дети растут и требуется новая горка. Хотелось бы вот такую горку сделать, чтобы взросленькие мальчики и девочки скатывались. Просит, побольше, да? Да, побольше, там у нас место есть. И вот баскетбольную площадку. Метанировать или нет? Ну пожалуйста. Да, посмотрите, поработайте, конечно. Потому что сейчас в каждом микрорайоне появляемся, в каждом микрорайоне какие-то просьбы прощения. Ну вот два у нас. В течение пяти лет, чтобы в каждом микрорайоне появился современный комплекс. То есть обязательно нужно, сейчас бюджет будем с вами просматривать, ваш городской. В обязательном порядке, даже без участия в краевых других программах, нужно за счет собственных средств предусматривать. Хотя бы одну площадку в год полноценно открывать. Пока могу вас поблагодарить за то, что общими усилиями вы содержите данную площадку в порядке. Обязательно занимайтесь с детьми в этом месте дисциплину. Занимаемся, занимаемся. Скоро за меня предприниматель надо будет послать. А ваша задача не только, конечно, на общественность в первую очередь рассчитывать, но и закладывать также в бюджете на следующий год какую-то сумму средств минимальную хотя бы. От благодарности до критики один шаг. И не только в переносном смысле. Буквально через 100 метров автобусная остановка выглядит ужасно. Мусор, заросли, поломанные скамейки. Городской администрации неделя на устранение замечаний. Голючки, грязь, сайт для наркотиков или какой-то другой гадости. Бутылки, я не знаю, что тут такое не делают. Дрова по колено. Так невозможно. Я вас не прошу тут мрамором все закатать. Понятно, что денежные средства надо. Но какую-то системную работу нужно определить. Что вообще с этими остановками делать? То ли мы отдаем под аренду, не знаю, какие-то павильончики небольшие. И эти собственники павильона будут. Но не так они, что взяли в центре все самые лаковые места. Они разобрали эти павильоны и все. А на окраине города нет. Взял ты в центре 3-4 павильона прибыльных. Возьми еще 5 с собой таких полубыточных. Или просто следи за этой остановкой. Вот так, не знаю, мне стыдно. За лесополосу расположены участки под ИЖС. Игорь Чигаев обсудил с представителем собственника развитие инфраструктуры. Раньше здесь было многолетнее насаждение. Потом с 97-го года вынесли предписание о запрете работы гербицидами. И стоял брошенный сон. Но его приобрели в 2012 году. И после этого стали приводить к работе. На данный момент проведен, запитан участок светом полностью. И идет работа по газификации участков. Скоро здесь всего участков? 170 участков. Дороги уже сделаны по новым требованиям ПДЗ. То есть электричество, газосложение вы делаете за счет собственных средств? У микрорайона Предгорье есть возможность развиваться. И опять же глава района просит включить в проект застройки площадку для игр и занятий спортом. У нас есть 4 зоны, которые не заходят в индивидуальное строительство. Мы рассматривали в том углу сделать детскую площадку. Следующая остановка – городская баня. Уже с фасада видно, что внимание и вложения ей требуются большие. К сожалению, как-то отпустили эту ситуацию в нашем районе. Практически все мы спальные бани обанкрочены, развалены. Единственная осталась баня и то в ужасном состоянии. Парилка, основной зал и помещение для переодевания выдают возраст бани. Ее построили в 1958 году. Необходимо искать варианты для реанимации социально важного объекта. Илобинская баня сможет стать тем местом, где не только оздоравливают тело, но и общаются. Я общаюсь с многими людьми. Есть потребность для того, чтобы эта баня была в нормальном, лежащем состоянии, чтобы сюда было в первую очередь безопасно, и чтобы здесь было комфортно, чисто, уютно. Обязательно нужно сюда включать дополнительные элементы для заработка. После того, как мы продуманы за счет чего, и как мы будем регистрировать, чтобы здесь был бар, какой-то общепель какой-то небольшой. Сахарный завод. Сейчас общество с ограниченной ответственностью, Лобинксахар, готовится к сезону переработки. Виндиректор признается, что сырья, выращенного в Лобинском районе, не хватает. Здесь всегда проблема была в сыре, в районе, и для этого завода. Это вот с 60-го года. И оно так и остается. После знакомства с предприятием, разговор продолжился в кабинете руководителя. Николай Мысливцев готов оказать помощь в благоустройстве сквера, что находится вблизи предприятия. Я думаю, у нас с вами есть хороший личный контакт, есть хорошее общение, взаимно уважительное. И многое заведение. Руководство района, руководство города будет максимально способствовать, чтобы ваше дело развивалось. Конечно, большие керорийские процессы мы влиять и можем. На какой-то бюрократизм, какое-то согласование, реконструкцию. Мы всегда будем рядом с тобой. Спасибо за просмотр. Но я думаю, мы еще увидимся обязательно. Уделил внимание глава района памятнику 1-й конной армии. Территория нуждается в благоустройстве. Сам монумент давно требует обновления. Игорь Чигаев договаривается о начале работ, поручает взять на контроль городской администрации и просит сохранить надпись от благодарных потомков. Далее посещение меховой фабрики. Здесь Игорь Чигаев уже был, но формат. От этого визита другой. Сейчас глава узнал о том, что предприниматель планирует разместить производство в здании бывшей обувной фабрики, что в центре города. И перспектива мехового бизнеса предполагает увеличение числа рабочих мест. Более того, Андрей Бедусенко планирует строить жилье для своих работников. Это еще одна точка роста. Сегодня мы посетили 5-й микрорайон. Ощущения, в принципе, они хорошие. Наши предки создали для нас хорошее устроение. Мы построили завод сахарный, который сейчас набирает объемы. За последние несколько лет сюда было вложено более 500 миллионов рублей. В прошлом году были проблемы, конечно, с ценой на производство, на продукцию сахара. Поэтому было небольшое снижение объема продукции. Но как заверили собственники, руководители предприятия, в этом году есть предпосылки, потому что цена будет на сахар хорошая. И уже работает на сегодняшний день порядка 480 человек на постоянной основе. И в сезон еще будут набирать около 200 человек. Также мне очень прям приятная гордость за наших предпринимателей-медусиентов. То, что они рассказали, на территории города выкупили уже заброшенную, бывшую из советских времен обувную фабрику, где порядка 5000 квадратных метров. И до конца года они планируют произвести реконструкцию и всю эту площадь загрузится под производство своих пушных изделий. Тоже под предварительным оценком минимум 200-300 рабочих мест новых будет создан на территории города. Это очень хорошо. Мы со своей стороны будем обязательно содействовать всем нашим предпринимателям, всему бизнесу, который строит, который расширяет, создает рабочие места, платит налоги. Это очень и очень хорошо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова